Днём, когда Россию накрыло целым потоком автомобильных новостей, на минувшей неделе стал четверг. В этот день дилеры вдруг начали принимать заказы на электромобили новой российской марки Эволют. Они оказались дорогими, хотя одна модель, благодаря госсубсидиям, теоретически может стать интересной широким народным массам. Кроме того, в четверг для движения открыли нулевой, как его называют строители, этап будущей мегатрассы М12, что сначала должна связать Москву и Казань, а затем протянется до Екатеринбурга. А накануне компания «Соллерс» переподписала специальный инвестиционный контракт. Теперь холдинг готовится собирать некие фургоны. Притом под собственной маркой. Новая марка Эволют, что планирует завалить Россию электрическими моделями липецкой сборки, старательно избегает мероприятий, где могут появиться профильные журналисты и задать какие-нибудь сложные вопросы. Поэтому Эволют стремится получить доступ к ничего не подозревающей публике напрямую. Сначала машины коротко засветились на открытии большой электрозаправки, затем — на форуме таксистов, а в самом начале сентября — на московском велопараде. И трудно представить, какое мероприятие будет следующим. Между тем, дилерский центр «Авилон» начал приём заявок на российские электрокары. Больше всего продавец планирует пристроить седанов «Айпро», который представляет собой китайский «Дунфэн» «Эолус» и 70. Это одноклассник Hyundai Lantra Kia Cerato, которому полагается один электромотор мощностью 163 л.с. Батарея имеет ёмкость на уровне 53 кВт-ч, которых хватит примерно на 400 километров, рассчитанных по устаревшему циклу NADC. Предварительная цена такой машины — неполные 3 миллиона рублей. Но можно воспользоваться льготной программой кредитования, и тогда государственная субсидия составит 925 тысяч рублей. Итого чуть меньше двух миллионов целковых. Прародителем минивэна «Эволют» iVen выступил Дунфэн Линджи EV. По странной логике, семейная заднеприводная машина имеет менее мощный двигатель, чем более лёгкий седан, а стоит на добрых 600 тысяч дороже — и никаких субсидий. Ту же сумму решено просить за переднеприводный кроссовер «Эволют» iJoy, в котором знатоки поднебесного автопрома непременно признают DFSK Glory E3. Его единственный мотор, расположенный спереди, развивает 176 сил. Текущие запасы продавца невелики — у него есть 180 седанов, 92 кроссовера, а минивэнов вообще только лишь 15 экземпляров. Старт продаж назначен на вторую половину осени. Хотя первые автомобили клиенты смогут забрать через неделю-другую. О самой марке стало известно только весной. Тогда российский Минпромторг, администрация Липецкой области и компания «Мотор Инвест» подписали специальный инвестиционный контракт, который предусматривает выпуск электромобилей. У «Мотор Инвеста» есть собственный завод под Липецком, где прежде пытались делать внедорожники «Ховер» и кроссоверы Чаняй. Долгое время конвейер простаивал, а сейчас, как видим, освоил сборку аккумуляторных китайцев. О реальной локализации дело сейчас, скорее всего, не идёт. Затем обещана полноцикловая сборка плюс производство отдельных компонентов. Но всё это, разумеется, будет иметь смысл только при уверенном спросе. В последнее время компания «Солерс» не давала громких поводов для обсуждений. Что неудивительно — сборка коммерческих «Фордов» в Елабуге и легковых «Маст» во Владивостоке остановилась, а ульяновские автомобильные и заволжские моторные заводы работу продолжили, вот только похвастаться им абсолютно нечем. Однако Восточноэкономический форум преподнёс преогромный сюрприз. Гендиректор холдинга Николай Соболев вдруг заявил, что под маркой «Солерс» теперь будут выпускаться автомобили. Какие — господин Соболев промолчал. Но стало понятно, что российские промышленники нашли нового зарубежного партнёра. Кроме того, на полях форума Минпромторг и «Солерс» быстро отредактировали действующий специальный инвестиционный контракт. Прежняя редакция документа предполагала, что компания углубит локализацию «Фордовских транзитов», наладив производство двухлитровых дизельных моторов нового поколения. Но теперь, после де-факто ухода американского автогиганта, эти обязательства стали неактуальными. И отныне соглашение предусматривает организацию производства совсем других машин. Разумеется, под брендом «Солерс». В этом году должна начаться сборка сразу двух моделей — бескапотной и полукапотной полной массой от 2,5 до 4,5 тонн. Что это может быть? В головном офисе российского автопроизводителя предпочитают воздерживаться от комментариев. Правда, ещё весной авторевью весьма уверенно утверждала, что Елабужский завод, где выпускались транзиты, может освоить сборку китайских фургончиков «Джак Санрей». Любопытно, что рядовые сотрудники акционерного общества, о которых опросил телеканал «Автоплюс», вообще удивлены самим фактом, что фирма готовит некие загадочные новинки. Но осторожно предположили, что это может быть продукция одного из подразделений китайского холдинга «Черри». Хотя «Джаковский солнечный луч» выглядит гораздо более правдоподобным вариантом. «Джак» делал ставки на группу «КамАЗ», с которым партнёры совместно сделали средне-тоннажный «Компас». Хотя сейчас, когда производитель грузовиков попал под адресные санкции со стороны американских властей, отношения явно подостыли. И в этом разрезе «Соллерс» выглядит хорошей альтернативой, которая теоретически не должна попасть под санкции. И не просто хорошей, а весьма завидной. У него есть специальный инвестиционный контракт, несколько свободных заводов, а главное — компанию поддерживают на самом верху. В любом случае, в ближайшие недели или месяцы журналистское «Братья» будет пытаться разузнать, какие грузовички должны будут встать на бывший фордовский конвейер. И это действительно интересная загадка. Этой весной на выставке «Строительная техника и технологии» марка «Джак» показывала фургончик «Сандрой» — одноклассника Нижегородской «Газели» и фордовского «Транзита». Притом, внешняя модель сильно напоминает мерседесовский спринтер прежнего поколения. Сама машина — это стандартный цельнометаллический фургон, в который доработчики готовы врезать стекла и вставить сиденья, получив автобус. Под капотом скрывается двухлитровый турбодизель отдачей 150 сил, с которым состыкована шестиступенчатая механика. И вот, как стало известно телеканалу «Автоплюс», Джак Сандрой нашёл первую серьёзную работу. В набережных Челнах ультракороткую пассажирскую модификацию китайца выбрали для организации перевозок по требованию. Что это такое? Человек через мобильное приложение вызывает машину, а система указывает ближайшую точку посадки. К подъезду жилого дома заказанный микроавтобус, конечно, не подъедет, но идти пассажиру придётся не дальше 500 метров. То же и с местом высадки. На выходе получается нечто среднее между такси и маршруткой. Разработкой сервиса, который позволит перевозчикам частично отказаться от фиксированных линейных маршрутов, занималось дочернее подразделение концерна КАМАЗ, а назвали новый формат перевозок «Челнок». Справедливости ради отметим, что перевозки по требованию были впервые организованы на территории Новой Москвы. Приложение «По пути» повысило транспортную доступность района, помогая жителям быстрее и безопаснее добираться до метро, МЦД и МЦК. Упрощённые «Лады» нашли своего клиента. В августе дилеры отгрузили клиентам более 18 000 автомобилей. Таким образом, продажи машин всего двух семейств — «Гранта» и «Нива» — практически вышли на прошлогодний уровень, когда выпускалась линейка из пяти моделей. Флагманом отгрузок ожидаемо оказалась «Лада Гранта», что разошлась с тиражом около 12 000 штук. Год назад модель пользовалась не таким активным спросом. В Тольятти уверены, что его причиной стали прежде всего программы льготного кредитования. Внедорожники «Лада Нива Ледженд» тоже расходятся достаточно бойко. 2000 проданных автомобилей — это сразу на 17% лучше прошлогоднего результата. И есть серьёзные шансы, что сентябрь позволит поставить новые рекорды. Между тем, руководство российского автогиганта приняло решение поднять рекомендованные розничные цены на новые «Лады». Пока подорожала только «Гранта», версии которой разом прибавили от 10 до 25 тысяч рублей. Это первое подорожание упрощённой модели после её появления на рынке. Так, седан, оборудованный кондиционером, теперь стоит от 755 тысяч 900 рублей. В июне, когда «АвтоВАЗ» только восстановил производство своего бестселлера, рекомендованная розничная цена составляла 678 тысяч 300 рублей. Правда, те экземпляры не имели ни кондиционера, ни аирбэга, а сейчас, как сообщают дилеры, купить «Гранту» без них просто нельзя. Что касается общей статистики российского рынка, то её раскрыло агентство «Автостад», которое публикует данные на основе выдачи электронных ПТС. И свежий отчёт внушает оптимизм — рынок новых автомобилей медленно восстанавливается вот уже три месяца подряд. Так, в августе на учёт ГИБДД встали почти 43 тысячи легковушек — это на 20% больше июльского показателя. Впрочем, от прошлого года отставание остаётся очень большим. В августе 2021-го автомобили продавались на 64% лучше. Доля «Лады» на российском рынке достигла давно невиданных 37%. Такого удельного показателя отечественная марка не могла показать более 15 лет. Причём более четверти рынка пришлось на одну только «Гранту». На втором месте пока держится «Кия». Но следом плотно расположились китайские бренды — Хавейл, Черри и Джили. Притом самой продаваемой иномаркой стал кроссовер Хавейл Джолион, который выбрали более 2000 россиян. В прежней реальности мы бы коротко сказали, что российское представительство «Кия» надумало предложить россиянам обновлённую версию седана К900, который после рестайлинга сменил название на К9. А теперь приходится уточнять подробности — как вообще корейский флагман умудрился добраться до нашего рынка. Итак, на своей родине «Кия» К9 предстал перед публикой прошлым летом. Российское представительство компании обещало начать продажи этой весной. В январе машина прошла процедуру обязательной сертификации, а калининградский «Автотор» получил первую и, похоже, единственную партию машинокомплектов. В итоге собранные седаны остались стоять на складах. И только теперь принято решение начать продажи этих машин. Но по каким ценам? Зимой ходили слухи, будто новинка будет стоить порядка 6 миллионов рублей. А сейчас стало известно, что отдавать дефицитные девятки решено по 7 миллионов 400 тысяч рублей за штуку. В единственную комплектацию премиум включены обивка сидений кожей Nappa, отделка передней панели натуральным шпоном, трёхзонный климат-контроль, электропривод задних сидений, доводчики дверей плюс комплекс электронных ассистентов. На радость пассажирам второго ряда сзади установлена пара отдельных мониторов. А вот мотор оказался достаточно скромным для большой пятиметровой машины. Это хорошо знакомый атмосферник V6 мощностью 249 сил, к которому прилагаются 8-диапазонный автомат и полный привод. Впрочем, отдачи движка хватает, чтобы выполнять спорт до сотни за 8,4 секунды. Что касается самого обновления, то оно принесло сильно перекроенную внешность, хотя габариты остались прежними. Судился прищур фар, увеличилась решётка радиатора. Крышка багажника примерила светодиодную полоску, поэтому номер переехал на бампер. В салоне появилась более современная мультимедиа. А вот Kia Sorento Black Edition — это уже новое поступление, а не старые запасы. Минувшим летом калининградский автотор собрал чуть менее 200 таких машин. Впрочем, отличий спецверсия имеет совсем немного — это обильный чёрный декор кузова, а в салоне антрацитовая обшивка потолка, тёмная обивка сидений до накладки на педали. По уровню оснащения чёрное издание соответствует комплектации премиум. Версия всего одна — с базовым атмосферником, шестиступенчатым автоматом и полным приводом. Цена — 4 млн 630 тыс. рублей. То есть доплата — лишь 80 тыс. Это электробус. Такая надпись на борту городского транспорта москвичей не удивляет. Эта техника стала привычной, будто ходила по улицам всегда. Однако с запуска первого московского электробуса прошло всего четыре года. За эти четыре года электробусы у нас проехали более ста миллионов километров. Ежедневно электробусами перевозится около четырёхсот тысяч пассажиров в городе. За это время электрический городской транспорт эволюционировал. Например, ёмкость батареи и запас хода у электробусов увеличились примерно в два раза по сравнению с ранними образцами. Это уже электробус с автономным ходом более 80 км. Этого вполне достаточно для того, чтобы эксплуатировать эту технику на всех маршрутах. В этом году по поручению мэра города мы объявим новый конкурс на поставку в 2023 и 2024 годах от 1000 до 1300 новых электробусов. Возможно, даже в рамках нашего нынешнего обсуждения с производителями часть из этих электробусов будет уже сочленённой, так называемой, с гармошкой, которую мы уже тестируем на дорогах Москвы. Пока что пассажиропоток московского электробуса примерно вдвое уступает троллейбусному десятилетней давности. До начала ликвидации троллейбусной сети в столичных депо было около 1600 машин, которые ежегодно перевозили более 300 миллионов человек. Легко подсчитать, что с таким потоком справится только две тысячи электробусов. Впрочем, столичные власти весьма последовательны в своих планах. Полное замещение дизельных автобусов намечено на 2030 год.